Еще раз добрый вечер. Мы с вами начинаем. Основной вопрос нашего сегодняшнего семинара это, собственно, что лучше, что эффективнее, что удобнее использовать в тех или иных случаях. Электронные таблицы, которые у нас здесь представляет Excel, или база данных, с которыми мы работаем в программе Microsoft Access. Рассказывать об этом буду я. Зовут меня Завьевов Андрей Николаевич. Я преподаватель в Центре Специалист. И, собственно, как раз специализируясь на данных программах, приходится мне и заниматься разработками как среди Excel, так и в Microsoft Access. Также, собственно, и проводить тренинги, занятия по программированию в данных программах, по разработке каких-то приложений. И, собственно, поэтому я со своей колокольной какие-то тоже выводы буду здесь озвучивать. Ну, и с чего хотелось бы начать, это с того, по каким критериям мы попробуем судить две эти программы. Я думаю, что, если что, вы меня дополните всегда здесь. Мне для сравнения захотелось сегодня нарисовать небольшую табличку, в которой просто расставлять оценки, баллы для той или другой системы. Правда, критерии оценок я решил делать такие. То есть выигрывает Excel, значит, ему один балл. Если наоборот он прыгал, значит, ему, соответственно, ноль. Хотя сейчас уже, думаю, стоило сделать, наверное, какую-нибудь систему оценок более гибкую. То есть это было бы, может быть, точнее. Ну, тут вопрос такой. Нам не принципиально важно получить абсолютно точные цифры результата. Нам просто это необходимо для сравнения, для обсуждения. Ну, начнем, во-первых, с того, что сравнивать две совершенно разные в данном случае программы не совсем корректно. Дело в том, что это программы для совершенно разных задач и используют совсем различный принцип организации работы. Это принцип, собственно, который заложен внутри этих систем, но при этом применяется у нас часто и то, и другое для сходных очень решений. Собственно, почему и возникает периодически такой вопрос. Вот мы на работе используем Excel, а коллеги в соседнем отделе то же самое делают с помощью XS. И вот рассудите нас, кто прав, кто виноват. Ну, в данном случае тут, еще раз повторюсь, сравнение не совсем корректно, потому что речь идет о программах разного типа, разного класса. Ну, а применять их в некоторых задачах действительно приходится примерно сходным образом. Я тут хочу сказать, что это почти как сравнивать, ну, например, я не знаю, ролики и самокат. То есть, что лучше использовать для того, чтобы там активно провести выходные, то есть на чем покататься. В общем-то, и то, и другое с колесиками, и то, и другое нас куда-то везет. Но кому-то нравится больше одно средство, кому-то другое, а у кого-то просто самокат есть, а ролики еще не приобрет. Но то же самое и здесь. Поэтому первое, с чего мы начнем, это сравнение известности этих программ. То есть, насколько известны или распространены две эти системы. И вот тут подскажите вы мне. Наверное, сейчас на любом персональном компьютере, где бы вы не сталкивались с ним, обязательно где-то в уголочке незаметно притулился и цель установлена изначально. То есть, часто бывает новый компьютер покупаешь, а уже Excel там в каком-то усеченном варианте присутствует. То есть, действительно, эту программу сейчас знают, наверное, все, даже люди далекие от каких-то цифр. Звучит это буквально где угодно. То есть, человек там занимается музыкой, говорит, ну, мне тут табличку в Excel прислали, и я что-то в ней там такое какие-то посмотрел, сведения и так далее. То есть, да, действительно, эта программа очень известна, очень распространена. Если говорить про Microsoft Access, то этот продукт у Microsoft существует тоже уже очень давно. Если Excel появился, первая версия в, я тут недавно где-то смотрел статистику, в 88-м году, ну, а такие уже его действительно полноценные версии, там, Excel 4.0 было в 92-м году доступно, то Access самый первый только в 92-м году вообще был разработан. И, собственно, поэтому в какой-то момент Excel опережал данную программу, то есть, он уже имел какую-то историю, но более-менее современный вид эти программы приобрели с 97-го года, то есть, это уже 20 лет прошло с тех пор. А с 2007-й версии, так тут и вообще все, как и сейчас, очень хорошо узнаваемо. Поэтому говорить о том, что Access здесь в чем-то уступает, сложно. Скорее, его известность или распространенность меньше из-за того, что действительно он не везде на компьютерах установлен. Это распространяется или как отдельное решение, или требует более дорогое в установке пакета Microsoft Office. Поэтому здесь, наверное, балл в пользу Excel. Ну и, собственно, вот таким вот образом я считаю известность Excel, конечно, выше. Второй момент. Вот такого типа пункта у нас. Открытость, ну это условно я так называю, то есть, или вообще доступность для понимания обычного рядового пользователя той или другой программы. Вот тут тоже, на мой взгляд, плюс балл в пользу электронных таблиц Excel. Почему? Вот я ее открыл, эту программу Excel, и сразу в ячеечке что-то печатаю, и какие-то здесь добавляю еще колонки, и тут же все это раскрасил в разные цвета. Все это просто, легко и наглядно, интуитивно понятно. То есть, если вы работали вообще с компьютером, с какими-то программами, то и в Excel простейшие операции можно догадаться и сориентироваться просто на лету. То есть, действительно, в этом плане как раз является достаточно простой, открытой системой. Хотя в нем много сложных инструментов, до которых тоже нужно добраться и их изучить, но первоначальное освоение кажется очень комфортным и простым. Для сравнения, посмотрите, что из себя представляет впервые запущенный на компьютере Microsoft Excel. Запускаешь эту программу, и непонятно, что у меня перед глазами. Вообще ничего, предлагается создать какой-то новый файл, пустая база данных. Хорошо, выбираю эту пустую базу данных, указываю место, где будет располагаться этот файлик, ну, тут неважно сейчас мне, создать, создал, а что дальше? Непонятно вообще, как с этим далее работать. Я всегда на наших занятиях говорю, что Excel отличается тем, что в нем сами инструменты, если их изучить, не особенно сложные. Но их применение требует вначале выполнить какое-то планирование, проектирование, что-то знать, продумать, если вы действительно создаете с нуля. Excel хорош для конечного пользователя, которому кто-то уже сделал в базу данных. А если ее как таковой нет, действительно, эта программа окажется очень закрытой, и поэтому откупит рядовых ее пользователей на первом этапе. А куда здесь идти дальше, а что тут можно делать? Ну да, что-то я печатаю. А как это напечатанное раскрасить? Что-то я и не соображу, где все кнопочки находятся. Собственно, поэтому здесь можно тоже, наверное, поставить в пользу Excel еще один плюс. Это мы аналогично сделаем. Ну и наглядность. В данном случае тоже здесь у нас Excel электронные таблицы имеют массу преимуществ. Почему? Ну, потому что у нас все хорошо и удобно размещено на различных листах, в ячейках. Я могу здесь и данные красиво отформатировать, и добавить условное форматирование. Здесь же можно строить диаграммы, сводные таблицы и подобные другие инструменты. А если говорить, например, о тех же формулах, то есть у нас команды, которые красиво рисуют стрелочки, показывающие зависимости этих формул от различных ячеек. Это, конечно, очень здорово и тоже привлекает внимание для работы. Работа – это удобная штука. Если говорить об Access, то там у нас как раз вот этих вот внешних красот изначально не так уж и много. И для того, чтобы сделать что-то очень наглядное, приходится действительно поработать, помучиться. И все равно так легко, просто и красиво, как в Excel, не всегда получается все это изобразить и раскрасить. Хотя есть тоже свои инструменты условного форматирования, но не такие мощные. Были когда-то сводные таблицы, но Microsoft посчитал, что это излишняя роскошь и в Access их убрал. Есть какие-то диаграммы, но о них лучше не упоминать, это слезы, а не диаграммы по сравнению с Excel. Поэтому опять плюс в пользу Excel. Вот что-то я уже столько плюсов, всевозможных написал, что мне в данном случае кажется, что Excel очень серьезно выиграет. Но вот дальше мы добираемся до более таких технических моментов. И вот тут выясняется, что в следующие пункты они скорее будут иметь, ну, как минимум, равенство, а то и плюс в пользу баз данных. Дело в том, что здесь надо немножко обсудить принципы организации информации в электронных таблицах и в системах управления базами данных, и тогда будет понятно, собственно, о чем я веду речь. Дело в том, что, еще раз повторюсь, Excel – это программа для работы с электронными таблицами. А что из себя представляют электронные таблицы изначально, когда были где-то там в начале 80-х годов разработаны первые аналоги подобных программ? Это, собственно, инструмент для автоматизации вычислений, который изначально имитирует какие-то бумажные таблицы. То есть вот у меня какой-то там, я не знаю, есть бланк, в который я в ведомость вписываю определенные названия, цифры, и здесь же у меня автоматически происходит расчет по форме. Ну, собственно, вот она мне, эта табличка и есть. Я где угодно, как угодно могу эту информацию размещать, самому только мне понятным и удобным способом. И каких-то особых строгих принципов и требований здесь нет. То есть, в принципе, внешний вид здесь действительно можно изобразить самой разнообразной. Но тут момент следующий. Если вы хотите, чтобы у вас подобные расчеты носили уже объемный и массовый характер, вы, конечно же, начинаете организовывать это не просто в виде разрозненных ячеек, а в виде табличек с данными. Ну, и, собственно, поэтому у нас появилась возможность в цели в последнее время этих данных в таблицах размещать большое количество. У нас на листе строк. Больше миллиона сейчас уже. То есть, да, это рассчитано на объемную информацию, и все при этом достаточно неплохо обсчитывается и работает. А поэтому, когда появились первые аналоги электронных таблиц современных, это как раз тогда, в начале 80-х годов, прошлого столетия у нас, способствовало превращению персональных компьютеров из какой-то дорогой игрушки для использования учеными в уже массовый инструмент, в продукт, который стали применять и в бизнесе, и в любых других сферах деятельности для моделирования различных математических задач, там, статистических и тому подобных вещей. Но тут интересный момент. Оказывается, что у нас, собственно, те задачи, которые сейчас кажутся в Excel привычными и, как бы, часто решаемыми, они изначально в Excel не существовали и были, ну, даже не в Excel, а вообще в электронных таблицах отсутствовали, и перекочевали туда из систем управления базами данных. Вот если говорить об Excel, Excel – это система управления базами данных, то есть специализированная программа, которая управляет двумя процессами – хранением и обработкой информации. Так вот, хранение и обработка информации здесь сделано максимально эффективным образом, таким, чтобы у меня данные хранились с минимальным количеством повторений, занимали компактное место и таким образом могли на компьютере поместиться в большом объеме, и при этом максимально быстро могли быть извлечены и сформированы на их основе какие-то результирующие отчеты. А если говорить по-простому, у нас такие команды, казалось бы, которые привычны для Excel, ну, например, сортировка данных в таблице или применение автофильтра – это изначально команды, характерные для баз данных. То есть именно оттуда они и перекочевали в Excel и здесь используются. Но есть еще один момент. Excel – это программа для работы с так называемыми реляционными базами данных. То есть структура информации предполагает множество таблиц, имеющих между собой связи, и это позволяет нам проще и эффективнее обрабатывать большие объемы информации, причем, зная совсем немного об этой программе. То есть впервые там где-то с нуля столкнулись с подобным инструментом, и объясняется, что здесь я действительно без проблем могу управлять данными. В первую очередь это касается данных, которые представляют себе не одну таблицу, а действительно большую группу этих таблиц. Ну, это что-то подобное, множество и целевских листов с какой-то взаимосвязанной информацией. Вот это вот как раз и хранение данных, и обработка, и прочие инструменты скорее являются плюсом Access. Но вот тут я уже не буду обсуждать это голосовно, а хочу просто продемонстрировать. Вот эти вот пункты хранения, обработка и ввода, и редактирования данных мы сравним. Как выглядят цели в Access, я буду показывать просто два исходных файлика. Вам я их, правда, не копировал, поэтому можно будет просто посмотреть у меня на экране, потом, если нужно, все эти упражнения проделать. Ну, а если что, можете оставлять свои пожелания в этом случае. Итак, покажу, соответственно, такие два файлика. Ну, начну с файла, который у меня представляет себя Excel, какую-то информацию. Вот, смотрите, я взял сравнительно небольшую таблицу, в Excel бывает и больше данных, в которой находятся какие-то сведения о различных лицах, имена, фамилии здесь, даты рождения их, телефоны, паспорта. Обращаю внимание, имена и номера паспортов все вымышленные, то есть если с какими-то реальными фамилиями совпало, то это случайность. То есть это ниоткуда не скопированные взятые данные, а просто сгенерированные случайным образом. Ну, и, собственно, этих данных у меня в данной табличке, сейчас посмотрю, сколько там в самом конце, ну, вот где-то 5000 первая строка, последняя, если не считать заголовку, то 5000 строчек данных. В ширину, значит, эта табличка у меня имеет вот такую. Хорошо, вот это у меня подобная информация. Соответственно, что здесь бросается в глаза сразу? В этой таблице у меня могут встречаться различные повторения. Это, в первую очередь, если приглядеться, одни и те же названия областей. То есть города из какой-нибудь там Кемеровской области или Ставрополь и так далее, или Московской области, они наверняка здесь повторяются много раз. Если я включу сейчас автофильтр и попробую отфильтровать только одну какую-то область, ну, давайте вот Бурятию, окей, ну, вон сколько здесь Бурятия. И тут, правда, всего один город у нас оказался из этой области. Ну, а если взять что-нибудь типа Московской области, я думаю, что там будет больше таких городов. Московская область, окей. И потом еще, видите, несколько городов Московской области здесь упоминаются встречаться. Хорошо, вот эта вот простейшая, казалось бы, операция применения фильтра для того, чтобы найти нужные нам данные, это вообще-то команды, инструменты, которые пришли из баз данных, но в Excel они кажутся естественными, родными. Но тут есть одно важное замечание. Дело в том, что если эти данные заполнять вручную и каждый раз печатать название этой области, название города, телефонный код этого города, у меня, естественно, будут обязательно какие-то неточности, опечатки, расхождения. Кто-то напишет слово «область» полностью, кто-то сокращенно, кто-то одну буфку ошибся, не дописал, и потом у меня уже фильтр будет давать некорректный результат. Естественно, логичнее было бы использовать систему, которая бы, например, какие-то данные хранила бы отдельными, так называемыми, справочниками. То есть вот города России, у меня тут отдельный лист, я, а, вот это вот лишнее, это у меня тут эксперименты были, я забыл их удалить. Вот на этом листе города России у меня, пожалуйста, есть список телефонных кодов, которые для каждого крупного города уникальное значение имеют. Название города, область, да, пожалуйста, все это здесь имеется в наличии. В этом случае получается, что мне не обязательно хранить вот такую вот информацию о названии города и области, если у меня есть телефонный код. В принципе, я могу по этому ходу формулой определить ссылку на соответствующее значение и взять его отсюда. Представляете, как это сделать в Excel? Ну, это многим хорошо известная функция VPR. Правда, функция VPR в Excel считается уже сложным рабочим инструментом, и, в общем-то, продвинутые пользователи ее, конечно, хорошо знают, но для новичков это действительно сложно и долго объяснять и рассказывать, то есть это не на самом первоначальном этапе, как правило, изучают. Компания Microsoft, например, вопросы по использованию данной функции включает в экзамен Excel Expert, то есть уже не новичок, там, начального уровня пользователя, а такой опытный пользователь с хорошим опытом в владении данной программы. Ну, те, кто не знает об этой функции VPR или в английской версии VLOOKUP, вы можете материалы, информацию где-то посмотреть более подробно, это действительно мощная штука, а я просто ее здесь попробую применить. Значит, что я делаю? Для того, чтобы у меня не было каких-то неточностей опечаток, я говорю, город и область у меня будут заполняться не вручную, это будут формулы, я удалю то, что здесь были данные, вот так, а подставлю сюда ссылку, которая по телефонному коду будет определять город и область. Я даже не знаю, телефонный код в этом случае может быть вперед перенести или без разницы, где он будет находиться у нас. Вот, что вы говорите? Прикольнее. А, так даже прикольно. Ну да, какая разница, пускай будет так. Вот, хорошо. Тогда смотрите, у меня на листе города России вот эта табличка заранее была описана в качестве именованного диапазона. Диапазон города. Мне так проще будет формуле на него ссылаться, потому что он на соседнем листе находится, и это действительно будет удобно по имени обращаться к такой таблице. А, значит, дальше я пишу здесь выражение следующее. Значит, это у нас будет равно. Дальше VPR функция. Затем, ну, чтобы у меня были подсказочки, я могу здесь вообще диалог вызвать. Вот это искомое значение ищи мне вот в этой колонке. При дальнейшем копировании я могу зафиксировать букву для столбца. Ну, а строка у меня будет переменная, поэтому я здесь сделаю смешанную такую ссылку. Долларка и вторая строчка. Таблица, нажму F3, с городами у меня. Номер столбца, откуда подгрузить данные. В данном случае этот столбец будет второй по счету. У меня первый в таблице с городами код, а второй – это название города. Значит, столбец номер 2. И интервальный просмотр указывает точный просмотр, поэтому это команда ложь. А значит, если у меня указан код некорректный, которого в той таблице нет, в данном случае будет высказать ошибка MD. Ну, можно и обработать было бы эту ошибку и заменить вместо нее там текстом каким-то другим, но я оставлю как-то. Вот он мне говорит город, Воскресенское, дальше скопирую, вот прочие города показываю. Сюда подтягиваю то же самое с областью. Формула аналогичная, только будет у меня не второй столбец подгружаться, а название из третьего столбца. А поэтому формулу можно даже скопировать и исправить только один показатель. Вот он мне показывает, пожалуйста, название области. Вот таким вот образом. Кстати говоря, обратили внимание, я копировал эти 5000 ячеек, они не мгновенно срабатывали. То есть это действительно медленно притормаживает, потому что сама по себе функция WPWR, она по скорости работы не самая эффектная, но так как ей приходится действительно выполнять достаточно серьезный алгоритм поиска совпадающих значений. Тем более здесь, когда у меня точное совпадение в не отсортированном списке телефонных кодов, то есть это вот так себя ведет. Ну и давайте проверим. Я возьму какой-нибудь город, например, вот этот вот Адлер. У меня телефонный код 8622. И попытаюсь сделать следующее. Добавлю еще какую-нибудь информацию или нет. Я не буду добавлять чего-то нового. Я скажу, что вот этот товарищ, который у меня был в списке к самом начале, а где он у меня самый первый? Ну вот, вот этот вот товарищ, он у меня из другого города. Я у меня телефонный код 8625. Ага, вот 25 он мне не нашел. НД. Ну а если 8622, ну нашел, да, Адлер, Краснодарский край. Все, пожалуйста, подтянуй. Вот в Excel с подобными решениями приходится регулярно сталкиваться, когда бесконечные ссылки на соседние листы мы вот таким образом организуем. Можно это сделать, работает. То есть и в общем-то настроить это без проблем. Но это не сказать, что очень простое решение, особенно когда подобных ссылок большее количество. Во-вторых, какие недостатки здесь? Мне необходимо обязательно потом подумать на тему защиты данных столбцов от случайных изменений. Потому что если я сейчас здесь что-то начну писать по незнанию вручную, я исправил эту формулу. И непонятно, что у меня эти данные уже потеряли связь с вот этим телефонным кодом. Значит, пользователям тогда надо или давать строгие указания, инструкцию, или включать защиту листа для этих ячеек и тому подобные вещи. Все это тоже реально, все это можно сделать. Но вот это определенное дизобство. Второй момент. Опять-таки проблемы с ошибкой МД. То есть не помню я наизусть этот телефонный код, и мне надо искать его на соседнем листе, а хотелось бы делать какой-нибудь раскрывающийся список, выбирать и так далее. Это и в Excel организуется, но это уже совсем сложно и мудренно. Нужно долго объяснять и рассказывать. И в какой-то момент даже требуется уже программирование макросов. А речь идет все-таки о пользователе, ну, пускай не новичке, а рядовом, но все-таки не о программисте. Вот для этих задач действительно здесь как-то получается сложновато. А теперь я хочу показать примерно то же самое решение, аналогичное, но только средства Microsoft Access. Как там это будет выглядеть? Значит, ну, во-первых, начнем с того, что подобные таблицы я могу из Excel в Access элементарно импортировать. То есть это я не буду сейчас специально отвлекаться, чтобы не тратить много времени, но делается достаточно просто. Если у вас здесь есть табличка, в которой первая строка имеет название заголовки, а потом строчки с данными, то, в общем-то, это даже через буфер обмена можно попытаться скопировать, но это не настолько удобно и долго получается. А так команда импорт, и все эти данные копируются в базу данных Microsoft Access. Соответственно, сейчас я это уже заранее копировал, вам просто покажу. Открываю файл базы данных Access. Это новый файлик, это не тот, что у меня там был пустой. Этот я закрою. Вот этот. И смотрите, у меня здесь получается так. Таблица города России импортирована один в один без изменений. Это полный аналог той же Excel-таблицы, то есть те же строки, все те же самые данные. Вторая табличка данных из Excel, это так, как она выглядела до того, как я информацию заменил на форму. То есть здесь у меня, пожалуйста, аналогично идет телефонный код, а вот как раз прочих данных названия вот этой вот нашей области и города нет. Почему? Объясню. Дело в том, что в базах данных у нас одним из преимуществ таблиц является то, что формулы в них не хранятся. У нас хранение информации и обработка и расчеты отделены друг от друга. Это дает дополнительный эффект, потому что зачем мне нужно эти вычисления, если сейчас необходимости в них нету, каждый раз заново видеть и пересчитывать. То есть я могу действия, связанные с расчетами, выполнять отдельными инструментами. В базах данных это делается запросами. И, собственно, поэтому в таблицах у меня хранится только исходная информация. Но вот структура этой таблицы, которая у меня была в Excel, на самом деле для баз данных очень неоптимальна. Это и в Excel было бы можно как пожелание рекомендовать, но здесь это особая ситуация, и я такую таблицу никогда в базе данных испоклотировать бы не стал. Почему? Да потому что здесь, например, имена и фамилии одних и тех же людей повторяются много-много раз. Это просто какие-то там поступления различных денежных средств на разные даты, но для одних и тех же часто людей. Это легко проверить, если я возьму, просто отсортирую здесь данные по той же фамилии. Вот смотрите, Антонова милиция у меня в алфавитном порядке первая, он сколько раз упоминается. Если применить здесь фильтр по фамилии Антонова, но она одна такая у меня, да, однофамильцев нет. Вот, пожалуйста, я вижу, что это все ее какие-то записи, и в них повторяется и имя, и фамилия, и дата рождения, и телефоны, паспортные данные этого человека. Какой смысл в этих повторениях? Если это будут вводить вручную, у меня там обязательно будет неточности, расхождение, опечатки и так далее. Напрашивается отдельный справочник, где будет эта информация без дубликатов находиться. Так вот, в Excel, чтобы подобное сделать, мне можно было сделать копию листа, потом в нем избавиться от дубликатов, удалить все эти повторения, и таким образом сформировать какой-то список с именами. Здесь это можно делать с помощью запросов, но я заранее уже такие вещи также проделал. Вот, по идее, вместо объединенной информации, которая у меня была в базе данных, я формирую такую штуку. таблицу клиенты с уникальными именами и фамилиями клиентов. Вот уникальных у меня здесь 110 человек. и табличка данных, в которой количество строк такое же, как и было в Excel, 5000. Но здесь у меня информации гораздо меньше, потому что меняется у меня только что дата прихода, там, какой-то суммы денег. Сама эта сумма, валюта и, собственно, указание на то, к какому клиенту это имеет отношение. Что здорово, здесь очень несложным образом организуются вот такие выпадающие списки. То есть, например, хотите, чтобы у вас была другая валюта, здесь использована, да без проблем. То есть дату я, в отличие от Excel, легко выбираю календариком. Вот, например, за вчерашним числом пришли эти деньги. Здесь пишу сумму, циферку. Ну, причем, если я опечатался и вместо цифр написал букву, программа меня тут же предупреждает, это не денежная величина. То есть, она эту проверку здесь использует, и я поэтому таких грубых опечаток не сделаю. То же самое здесь, валюта. Написал, что попало, мне не дают такое использовать, выбирай только то, что есть в списке. Я говорю, ну давайте вот это. И аналогично с клиентом. Здесь сделана ссылка на таблицу с клиентами. Вот они, те же самые имена, фамилии. Можно их листать, искать, можно попробовать напечатать по первым буквам, сам произойдет поиск. Ну, например, я напишу какой-нибудь, не знаю, Иванов у меня есть здесь в списке. Вот пишу Иванов. Мне говорят Иванов Филипп, Иванова Виталия, Иван... Ну, давайте Иванов Филипп. Вот такая вот штука. И что интересно, вот это поле, на самом деле, представляет из себя ссылку на какой-то числовой код клиента. Поэтому в памяти компьютера хранится гораздо меньше информации. Это будет занимать меньший объем и гораздо быстрее обрабатывается. Особенно это заметный становится эффект на большом количестве данных. И вот тут получается, что сравнение, которое мы сейчас обсуждаем, оно однозначно будет в пользу XS, хотя, может быть, не настолько кажется сейчас очевидным. Но это легко убедиться даже вот на таком примере. Знаете, мы сегодня уже обсуждали это. В Excel на листе у меня миллион с небольшим строк. Это максимальное количество информации. То есть оно ограничено, потому как действительно это слишком большая цифра, и даже для современных компьютеров такое количество данных Excel будет обрабатывать долго и может зависнуть и вообще не справиться с этим решением. Если говорить о базах данных XS, это считается базой данных небольшого объема. И по современным меркам даже уже как-то выглядит несколько устаревшим по сравнению с какими-то сверхбольшими базами данных, которые в интернете используются для поисковых систем и тому подобных, хранилищ информации. И тем не менее в XS у нас нету никаких ограничений по количеству строк. А значит, это может быть и миллионы больше. Ну, реально, мне приходилось сталкиваться с базами данных, где 2-3 миллиона строк помещается в таблицах, хотя все зависит еще от того, как правильно организованность планирована структурой. Чем больше мы с вами стараемся избегать повторений текстовых каких-то групп данных и заменяемых на числовые коды, тем действительно больше сведений в базу данных может поместиться. И больше того, скажу, где-то примерно до полумиллиона записей таблицы работают практически не притормаживания. То есть сравнительно быстро. Но если больше, то приходится тоже подождать результаты, но только это все равно будет надежный полученный ответ. То есть редко, когда здесь программа виснет и выбрасывает на машину какую-то. То есть просто приходится не через секунду увидеть какие-то значения, а там подождать 15-20 секунд для получения таких результирующих каких-то данных. Хорошо. Вот это вот я показал. А теперь давайте я покажу, собственно, аналогичное решение, которое до этого я демонстрирую в Excel. Вспомните, как там было дело у меня. Значит, я, получается, сейчас еще раз, я уже успел закрыть, открою. Дело следующее. У меня были данные, и я в этих данных по телефонному коду сделал подстановку, подтягивание информации из вот этой вот, соответственно, таблички справочника. Как то же самое выглядит в базе данных? Ну, во-первых, это можно сделать и по-простому, и по-сложному. То есть по-простому вообще буквально несколько движений, несколько щелчков мыши. Смотрите, вот у меня города России, справочник. Вот эти телефонные коды и название городов и все прочее. Вот в таблице данные у меня, в таблице данных этого нету, вот у меня в таблице клиенты есть тот же самый телефонный код. То есть этот телефонный код, по идее, имеет свою расшифровку как раз в таблице города России. Вот как мне, соответственно, подтянуть эту информацию по телефонному коду автоматически показать? Да проще не придумаешь. Я делаю это с помощью запроса. То есть захожу вот здесь на вкладку создания, выбираю инструмент не таблицы, а запросы. А запросы у нас в базе данных – это команды, которые позволяют извлекать сведения из одной или нескольких таблиц, объединяя их в одном каком-то результирующем окне. И конструкторам запросов, смотрите, что я делаю. Выбираю здесь табличку с клиентами и с городами России. А дальше еще момент здесь такой. Мне необходимо установить связь между этими таблицами. Иногда эта связь устанавливается автоматически. Здесь что-то у меня не сработало. Я даже знаю, что, но я потом к этому вопросу вернусь. В данном случае у меня нет для таблицы города России признака уникальности телефонного кода. Поэтому вот тут не гарантировано, что у меня это будет корректно срабатывать. Может какие-то задвоения быть. Но в целом мне нужно просто соединить этот телефонный код и этот, таким вот образом проведя между ними линию. Вот эта линия – это фактически все, что необходимо, чтобы потом подгружались связанные данные. Это вместо функции с формулами вот этой функции ВПР. То есть одна линия, и потом получается эффективный результат. Но я не буду торопиться эту линию проводить. Я вернусь сейчас обратно в окошко. Дело в том, что вначале я хочу убедиться, что у меня в таблице города России нет дубликатов. Вот вопрос, как сделать в Excel подобную вещь. Для того, чтобы найти дубликаты, там инструмента нет. Там есть когда-то удалить дубликаты. А вот посмотреть на них, прежде чем их удалять, такого не существует. Если говорить о базах данных СС, здесь для этого есть готовое решение. То есть что-то типа мастера, который может нам показать дублирующиеся данные, если они существуют. Мы сделаем вывод тогда, оставлять их или удалять самостоятельно. Потому что базы данных, как правило, редко чего удаляют без большой необходимости. И инструмент этот очень простой. Есть вот тут на вкладке создания не конструктор запросов, как я показывал, а мастер запросов. Вот эффективная штука, мастер запросов, который находит повторяющееся значение. Я его покажу пока не на городах, потому что я больше чем уверен, что у меня там дубликатов нет. Я его покажу, например, на клиентах. То есть есть ли у меня клиенты с одинаковыми фамилиями? Ну, может и есть, может нет, я не знаю. Но если они есть, программа мне их сейчас покажет. Я выбираю мастер повторяющихся значений, указываю таблицу клиенты, далее указываю, что меня интересует, какое поле с повторением. Вот в Excel это было бы «покажи мне поле, в котором будет повторение, я их удалю». А тут укажи мне поле с повторами и укажи все прочие поля, которые могут не повторяться, дополнительные. И я дальше покажу, где у меня повторение для фамилии клиентов. Я назову этот запрос так. Ну, собственно, клиенты однофамильцы у меня сейчас получится запрос. Готово. Ну, вот смотрите, у меня два зюбы, двое Ивашек, двое Кастро, но это разные люди, потому что это могут быть мужчины и женщины, это могут быть различные фамилии. Что-то у меня всех по двое, это явно супружеские пары. Ну, я не знаю, на самом деле, может это совпадение, может быть, что надо проверить еще из какого они города и какие-нибудь еще телефонные номера, может быть, сравнить. Но в целом, вот такое легко и просто я сделал решение. Но если приглядеться, у меня нет здесь полного совпадения и фамилии, имя, и отчество и так далее. Такой запрос мне бы сейчас выявил пустой список. То же самое я пробую сделать с данными о городах. Есть ли дубликаты в городах? Мастером запускаю поиск повторяющихся значений, смотрю табличка города Россия, ищите дублирование вообще всех показателей. То есть, есть ли повторение город, область, телефонный код? Сейчас посмотрим. Поиск повторений, показывает ноль. Ничего не нашел. Действительно, так повторения у нас не встречаются. Отлично. А тогда, чтобы они и в дальнейшем не встречались, потому что сейчас я могу, например, взять какой-нибудь город, ну, тот же самый Адлер, скопировать, в конец его копию вставить, и вот у меня дубликат. И вот у меня запрос, который до этого показывал пустой список, теперь показывает, что у меня два раза повторяется город Адлер. Зачем мне это нужно? Вот, чтобы такие дубликаты не встречались, в Excel я, честно говоря, даже не знаю, что предпринять. Как там сделать так, чтобы пользователь не мог ввести информацию, которая раньше в этой таблице уже где-то использовалась. Нет таких инструментов простых, сложных, о них и речи не идет. А здесь это заложено в самой основе баз данных. Мы можем с вами установить уникальный признак на телефонном коде. То есть телефонный код, говорю, это у меня ключевое код. Если здесь есть повторение, программа не даст сохранить эту настройку. Но если она сохранится, подобная настройка, все, этот код уже дублируйте. Я никак не смогу. Сохраняю. Так, не то что-то. А, я понял. Он еще не дает этого сделать, если у меня какой-то код оказался просто пустым, ничем не запомнил. Вот это я не проверял. Давайте-ка проверю, прежде чем этим заниматься дальше. Телефонные коды пустые быть не могут. Для этого я сейчас адсортирую. Вот, я не знаю, куда потерялись вот эти сведения, но если я не укажу здесь ничего, мне действительно программа не дострадает. Ну, я не знаю, сейчас телефонный код в Смоленске пусты и так далее. Ну, давайте я искусственно придумаю, какие-нибудь здесь там 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Таких, наверное, и нету. Ну, пускай будут. Вот, и теперь, после этого, не проверяю, кстати, данные, оказывается, что здесь у меня какие-то пустоты. В Excel там и проверок таких нету, пусто, не пусто, в колонке. Здесь мне не давали включить эту настройку и сохранить, пока там была пустота. А вот теперь, он говорит, повторения появились. Да где же они там встречаются-то? Вот, хорошо, что у меня есть запрос, который это может показать. Нету повторений. А, ну, это повторение каких-то кодов. Тогда мне нужно еще один запросик сделать. Ага, вот так вот сразу и не сориентируйся. Покажите-ка мне только одинаковые телефонные коды, у каких это городов появляются. Второе такое сравнение. А у меня много дубликатов-то нашел. Хорошо, ладно, не будем упорствовать. В данном случае, действительно, у меня здесь встречаются города почему-то с одинаковым кодом. Я боюсь, что это ошибки. То есть, ну, подоль к серпу, ладно, это рядом города. А вот Калуга и Ульяновск, это что-то совершенно разные области, вряд ли мне код одинаковый. Скорее, это признак ошибок. Ладно, что я сделаю здесь? Я, наверное, просто введу здесь какие-нибудь отличительные признаки. Ну, давайте там в конце 001 напишу. Мне необходимо просто эту уникальность иначе, но никак с ней не справишься. Вот что значит, заранее не проверю эту уникальность наперед. Да, и я после этого вам говорю, что Аксесс проще программы. Ну, что подобное. Свои здесь примуты тоже встречаются. Хорошо. Что вы говорите? Да, здесь должна быть более строгая система, без ошибок. И вот эти вот все исходные данные, сведения приходится изначально выверять, конечно. То есть чуть-чуть не проверил, и вот столкнулся с тем, что у меня система не складывается. Но, предположим, действительно, мы проверили, уточнили этот момент. Теперь у меня дубликатов вроде бы быть не должно. Ну, и попытаюсь еще раз установить здесь ключ. Вот теперь. Да что ж такое. Что-то он еще там не находит, не сохраняет. Так, ладно. Еще разочек. Тут нету повторений. А, вот еще два города я просто не взял во внимание. Хорошо. Ну, а теперь повторение больше не должно остаться. И все-таки мне удастся сделать то, что я задумал. Ключевое поле. На самом деле, вот если у вас действительно какое-то значение может быть не уникально в таблице, его ключом никак не держишь, приходится добавлять что-то другое. То есть, может быть, какой-то еще код специально придумать для этого случая. Но это нужно для связывания данных с другой таблицей. Хорошо. Теперь он все это сохранит. А дальше, собственно, к чему я все это рассказывал, продемонстрирую. Вот если у меня есть какой-то город, давайте вот тот же самый Адлер, вот с таким-то кодом. Я не могу этот код использовать где-то еще повторно. Я пытаюсь добавить новые данные с таким же кодом, но с тем же названием или с другим названием программа мне не даст это сохранить. Точно такую же проверку дополнительную я мог бы сделать и по названию. То есть, если подобное название города где-то упоминалось, он мне его задать не позволит. То есть, проверка уникальности здесь делается элементарно просто, буквально изменением одной настройки. То есть, взял и в таблице с городами для города вот здесь указал, что совпадения не допускаются. И сравните, как подобная вещь сделать с Excel. Но он, правда, говорит, у вас уже есть повторение. Да, тут неоднозначный момент. У нас мелкие какие-то населенные пункты могут одинаково называться, но находиться при этом в разных областях. Ну, какой-нибудь поселок. И там, и здесь с одинаковым именем. Но если действительно нужны такие проверки дубликатов где-то, то настройка подобной существует. Ладно, будем считать, что у нас справочник корректный, выверенный. К чему я это все рассказывал? Потому что теперь, когда мы с вами соберемся создавать запрос, соединяющий данные двух таблиц. Вот в Excel мы писали для этого формулу с ВПР. А здесь, смотрите, конструктор запросов беру клиенты и города России. И вот теперь я точно знаю, что телефонный код города у меня уникальный. И поэтому, если его соединить с телефонным кодом, указанным у клиента, это будет однозначная ссылка. То есть не будет такого, что этот клиент у меня то ли в этом, то ли в этом месте живет. У него будет подтягиваться конкретное название города и области автоматически. И дальше, для того, чтобы все это вывести и посмотреть на экране, я элементарно беру все поля, связанные с клиентом, и отсюда город и область дополнительно подтягиваю. И в результате вот та же самая выборка, которую я делал в Excel. Пожалуйста, здесь присутствует. Название города, область, а вот это телефонный код. И если я кому-то этот код изменю на что-то другое, ну, например, дать я сохраню, начали этот запрос. Это запрос один у меня, но назову я его запрос клиенты и города. Клиенты и города. Вот этот запрос, во-первых, он в памяти компьютера места никакого не занимает, сколько бы строк не показывал. Потому что реально запросы в базе данных – это просто некие команды, которые мы вызываем, обращаясь к запросам, делая по ним двойной щелчок. Хранится в памяти компьютера буквально несколько строчек описания этих команд. Вот они, эти строчки, то есть всего ничего. А информацию он нам покажет ту, которая есть в таблицах на эту тему. Ну, и если этих данных изначально много, то и времени на отображение информации тоже требуется побольше. Здесь же это практически мгновенно, в отличие от ВПР, он вообще не тормозит. Ну, а дальше я говорю, так, а давайте у меня, например, вот этот вот город Адлер, 8622, код будет городом клиента, ну, например, вот этой Антоновой милиции, самая первая клиента. Она у нас была в Челябинской области, а мы ей говорим, нет, ты будешь нас вот с таким телефонным кодом в другом городе. Как видите, автоматически подтягивается название города, область по этому коду. Но тут нет никаких формул, а результат работы аналогичный, похожий. Это вот первый такой момент, мы посмотрели. Второе, это то, что еще интереснее есть инструмент. Я могу связь, которую сейчас устанавливал в запросе, сделать постоянной связью между двумя этими таблицами и получить дополнительное, очень удробное представление данных. И тут вот уже будет спорный момент, а что нагляднее Excel или базы данных в таких задачах. Смотрите, есть у нас в базах данных кнопочка «Схема данных», которая уже содержит связь клиентов с их какими-то поступлениями денежных сумм. А я сюда же добавляю города России и соединение города России с клиентом по телефонному коду. Тут еще есть проверка обеспечения целостности, это вообще классная вещь. Она проверяет вообще наличие корректных кодов и связей между ними в двух таблицах. И если ее невозможно включить, то это говорит о том, что где-то закралась опечатка, неточность, надо ее найти, исправить, чтобы в дальнейшем таких проблем уже не возникало. Эта проверка работает при заполнении данных. Сейчас я не знаю, сработанная или нет, проверю. Не, не работает. Ладно, пока можно и обойтись, но к этому вернуться потом. А вот для этой связи такая настройка есть, то есть тут грубых ошибок уже при заполнении данных не получится. Так вот смотрите, что в результате, когда я эту связь провел. Если раньше у меня таблица города показывала просто список, теперь к этому списку добавились плюсики. А эти плюсики означают следующее. Я сейчас найду быстренько здесь, например, Москву, потому что в ней, наверное, больше информации должно быть, хотя я не уверен. Вот Москву нашел. По плющику открываю. Никого в Москве у меня нет. Так, а где же у меня народ-то весь? В Адлере, наверное, да? Или в Можайске? Так, я помню, Домодедово там был, город. Ну-ка, Домодедово. А вот город Домодедово у меня... Сейчас опять потерял свой. Пожалуйста, а там у меня какая-то женщина по фамилии Шварцниггер. А если бы их было несколько, этих клиентов с таким городом связаны, здесь был бы целый список. То есть раскрывалась бы такая иерархия. И это получилось, само собой, благодаря тому, что я не разово соединил две таблицы, а сделал эту связь постоянной в специальном окошке. А вот другая связь, которая у меня изначально была уже здесь настроена, клиенты с данными, она показывает даже больше интересных подробностей. Ну, смотрите сами. То я открываю таблицу данные и вижу просто список, в котором ясно, что есть информация для одного клиента не в одной строке, а в разных строках. При желании это с помощью фильтра там или сортировки можно увидеть, что вон Антонова милиция, видите, сколько здесь записей касается только ее. А то можно по-другому пойти. Выбрали клиента, указали, где у меня там клиент с фамилией Шварцнеггер-то. Вот она, Шварцнеггер. Плюсик. А это все, что с ней связано. У меня не хватает даже экрана сразу продемонстрировать. Вот это все ее поступления на разные даты здесь перечислены. Удобная элементарная вещь, но появляется только когда мы спланируем продумывать эту систему. Поэтому, да, базы данных более закрытые, требуют большей точности, аккуратности в организации информации. Но обработка этих данных уже потом доставляет одно удовольствие, потому что, собственно, это специализировано как раз для подобных задач. Ну, а сортировки автофильтра здесь это так между делом, как бы не самое основное средство получается. Ну, и поэтому я вернусь к моей оценочной таблице. Хранение данных, конечно, более строгое и системное у нас в базах данных, потому что они для этого, собственно, специальные и придуманы. Дальше, обработка информации в Access более эффективная по, во-первых, причине того, что здесь и организованы данные интересны, и обработка отделена от данных. И главное, что здесь используется специальный язык запросов, который применяется не только в Access, а вообще даже в более мощных, там, каких-то промышленных масштабах, серверных базах данных. Это язык SQL. Собственно, за язык SQL здесь тоже надо поставить плюс. Но он не сложен для обычного пользователя, потому что это делается не написанием команд данного языка, а специальным графическим каким-то конструктором. То есть я там линии просто провожу, соединение двух табличек, и получаю в результате уже объединенную информацию. Ну и еще вот этот вот момент, оценка эффективности ввода и редактирования данных. Вот я уже говорил, что в Excel, если я боюсь испортить формулу, мне нужно защищать ячейки, потом включать защиту всего листа. Но пользователи знают, где это выключается, могут всегда с этим разобраться. А могут просто сделать копию данного листа, ничего не защищая на ней, и вводить все, что им, там, их душе угодно. И при этом испортить нашу какую-то там систему проверок и ограничений. В базах данных ввод и редактирование информации, как правило, не всегда осуществляются напрямую в таблице. Это можно делать, но для защищенного ввода, для удобного наглядного редактирования, у нас существуют совсем другие инструменты. Это так называемые экранные формы. Они хороши тем, что в них при желании можно какие-то данные запретить удалять или блокировать для редактирования. В них при этом дизайн, внешний вид может быть самый разнообразный, мы выбираем его и настраиваем самостоятельно. И это не сложнее, чем настроить какую-нибудь, там, я не знаю, презентацию в PowerPoint, раскрасить какие-то ее там надписи и заголовки. Ну, а главное еще, что при желании это можно и очень интересно автоматизировать, добавив туда макросы. Ну, о макросах речь не идет, обычный пользователь до этого доходит не сразу, а постепенно возникает в них необходимость. Но даже для какой-то простой задачи, знаете, как мы можем легко организовать подобные вещи. Вот сейчас я в таблице листал, искал фамилию клиента, потом просматривал его сведения о том, какие там суммы денежные ему поступали. Но это все-таки вот не так здорово получается, и я могу случайно фамилию испортить, могу там что-то не то удалить из этих данных. Смотрите, как это делается другим путем. Я выбираю просто табличку, вот не открываю, а только подсветил таблицу клиента. На вкладке создания нажимаю в группе формы кнопочку формы. Один щелчок, и у меня получается вот такого вот вида формочка. Внешний вид и размеры которой можно здесь еще подрегулировать, подкорректировать. Ну, зачем мне такое большое окошко, чтобы написано было мужчина или женщина. То есть можно сделать покомпактнее. Можно немножко здесь поработать с полями, чтобы они занимали меньше места. Можно, естественно, все это красиво отформатировать, раскрасить. В таблицах, кстати, в базе данных нет таких инструментов. Считается, что там не нужно заниматься дизайном. Их назначение только о хранении информации. А вот все красоты, это, пожалуйста, можно настраивать здесь. А ниже у меня располагается связанная информация о, собственно, поступлении денежных средств этого клиента. Если в таком виде все это сохранить сейчас, то в дальнейшем использовать эту форму мы можем для доступа к данным, для редактирования, для добавления новой информации. Выглядит это будет примерно так. Открыли формочку, хотите найти опять этого клиента Шварцникова. Ну, можно или Ctrl-F нажать поиск, здесь поискать по фамилии. Тогда это будет в отдельном окошке нужно написать. Или внизу стандартное окошко поиск, я там печатаю фамилию, давайте Иванову в этот раз буду искать. Вот он мне Иванова Филиппа уже высветил. А это связанные с ним записи. На самом деле, если приглядеться, внизу у меня указано, что по счету это 26-я запись из 110 клиентов. Можно переходить к следующему, к предыдущему, и видеть, как меняется здесь информация о денежных средствах этих людей. Ну, а если нужно этому Иванову Филиппу добавить за сегодняшний день какое-то поступление, да не вопрос, вот сюда я добавлю. А я ему сегодня добавлял, кстати, уже что-то, видите, эта информация здесь подсвечивается. Не, вчерашним числом. Ну, а сегодняшним добавлю ему еще какую-нибудь сумму 50 тысяч в валюте. И вот через это окошко формы у меня данная информация попала в таблицы, а с таблиц потом будет использоваться для различных расчетов запросов. Вот такая вот. Хорошо. Вот это вот поэтому плюс в пользу баз данных. И здесь еще один момент. Я могу несложными настройками запретить, например, случайное удаление каких-то данных в этих окнах. Ну, например, я мог бы запретить случайно клиентов вообще удалять. И сказать, а давайте это будет у меня возможно поменять имя, фамилию как-то, но удалить совсем нельзя. Вот добавлять можно, а там удалять невозможно. И в этом случае получается так. Я хочу нажать кнопочку удаления, оно уже заблокировано. Все, не работает такой инструмент. Можно запретить было менять, например, имя, фамилию, а телефонный номер оставить доступным для редактирования. То есть здесь комбинировать это легко и просто, и это легче, чем делается в Excel во многих случаях. Ну и при этом дизайн можно самой разнообразной применить. Я не буду в это углубляться, потому что тема обширная. То есть ясно, что здесь есть о чем рассказать. Но, соответственно, не знаю, убедил я вас или нет, но вот редактирование, на мой взгляд, это тоже плюс в пользу ЦЕС. Потому что здесь это считается средствами быстрой разработки. В Excel что-то подобное требует массовых членей вплоть до какого-то программы. Хорошо. Ну а там еще один критерий сравнения. Значит, критерий сравнения такой. У нас база данных, конечно, более эффективной и дает массу заметных преимуществ при решении много табличных задач. В Excel это тоже возможно, но не настолько удобный эффект. Поэтому я бы здесь вряд ли согласился на ничью. Мне база данных, кажется, здесь более актуальна. Но, в принципе, да, наличие функции VPR позволяет подобные вещи решать. Тем не менее, все-таки, если мне понадобится свприть данные из пяти листов в один общий список, я в Excel закопаюсь. В базах данных это займет, ну, не две секунды, а пять секунд. То есть мне нужно будет просто эти пять табличек бросить в общее окошко. А линии связи, возможно, у меня заранее уже были все настроены. То есть оно получится само собой. А так-то здесь плюс в пользу баз данных. Так, что-то у меня акция стала выигрывать. Но, на самом деле, ничего подобного. В Excel преимуществом, естественно, до сих пор является наличие диаграмм, которые в базах данных не являются основным рабочим средством. Здесь анализ информации сводится к представлению в табличном виде. И поэтому, конечно, вот этой вот красивой графической какой-то сводке получить не получается. И еще момент со сводными таблицами. Наверное, в Excel это действительно инструмент номер один для анализа результатов. И, собственно, даже в базах данных в свое время были свои собственные сводные таблицы. Но Microsoft решил, что не стоит заниматься внутренней конкуренцией, оставил их теперь только в Excel. Вот за этим инструментом мы, работая в базах данных, обращаемся к Excel. То есть переносим каким-то образом информацию, экспортируем из базы данных. И уже занимаемся анализированием этих сведений. Но вот тут я могу сказать одну вещь. Что некоторые решения, которые мы делаем в Excel с помощью сводных таблиц, в Excel тоже сравнительно просто можно сделать. Я это покажу. Но это будет вот такое решение. Смотрите, в Excel у меня, скажем, необходимо на основании вот этих данных получить сумму по каждому клиенту. Ну, это же сводная таблица, да? Можем мы такое сделать? Ну, попытаюсь сделать. Значит, вставляю сводную таблицу на основании вот этих данных всех. И говорю, давайте у меня будет фамилия и имена. Вот здесь вот отображаться в виде строк не очень хорошо. Надо было их сцепить вначале, наверное, так было бы более красиво. Ладно, буду делать только по фамилиям. А, бог с ними, с именами, фамилиям. Давайте мы получим сводку не по именам, фамилиям, а по городам или по областям. Вот, по областям их поменьше, будет как-то лучше видно. А дальше суммы поступлений у меня на разные даты, например, будут. Или что там вы хотите. По разным валютам. Ну, давайте на разные даты. Значит, я беру дату. А где она у меня? Вот здесь. Дата рождения. Стоп, почему дата рождения? Секунду. Вот, просто дата. Это будет стабца. Январь, февраль предлагает сгруппировать. Очень удобно. Ну и, собственно, где у меня там сумма? Так. А, вот это называется поступление. Вот они суммы. В принципе, затратил немного времени и получил вот такие вот показатели. По каждой области у меня различные значения. Можно по месяцам, можно за каждый день посмотреть эти суммы. Очень здорово. А, это я не удалил. Я фильтр сделал по имени и фамилии. Тоже неплохо. Если их поменять местами, то можно действительно сказать, а покажи-ка, это мне сумма только по одному человеку. Но это будет только одна область. В данном случае, то есть, не вижу решения такого смысла. Вот. Наверное, было бы еще лучше сделать что-нибудь. Там, такого плана, что область фильтруем, а здесь ее города. Ну, короче, можно здесь поэкспериментировать каким-то вот таким путем. Вот так, наверное, будет хорошо. Алтайский край, окей. Вот несколько городов получить. Теперь что-то подобное. Ну, конечно, внешне выглядящее по-другому в базах данных. Это можно сделать как самостоятельно вручную настраивать, так и опять воспользовать мастер. Чтобы чуть-чуть время сэкономить, я использую мастер. Покажу. Значит, что мы можем с вами сделать. Ну, во-первых, получить просто список с общими итогами. То есть, не выводить каждую отдельную дату, а показать область такая-то, сумма по этой области следующая. Это мастер запросов. Простые запросы такие легко делают. Я говорю, вот мне необходимо название области и плюс данные о поступлении. Далее, итоговый отчет. Я говорю, да, итоговый. Какие итоги? Суммарное поступление. Ну, можно сразу и среднее, и минимум, максимум, пожалуйста. Далее, как назвать? Города. Я по городам разве делал? Нет, по-моему, по областям. То есть, я напишу итоги по областям. Нет, это у меня привычка. Имена с пробелами не очень удачные. В некоторых случаях я их не рекомендую использовать, хотя они допустимы. Поэтому это скорее пожелание стараться не использовать в названиях пробелы, но оно не строгое, это требование. То есть, вон у меня с пробелами название есть, ничего же, работает. Вот, хорошо, вот, пожалуйста, сумма по каждой области у меня получена. Вот, если я хочу, чтобы у меня здесь еще было разделение на какие-то даты, на месяцы, ну, это надо было дополнительные колоночки выводить. И это уже другая разновидность запросов. Это есть такой мастер перекрестных запросов. Вот он мне сделал бы аналогичную штуку, но для этого немножко сложнее. Надо подготовить на работу, прости. То есть, там вспомогательный запрос необходим. Я сейчас не буду на это уделять большое внимание, но подобные суммы, вот, по каждому из, там, групп данных, по каждой категории делаются элементарно, и на это тоже не тратится много времени. А обсчеты он эти ведет очень быстро. Хорошо. Ну, и, собственно, вот тут получается, что подобные решения, как в сводных таблицах, мы частично можем и в базах данных реализовать тут. Ну, и, наконец, что у меня получилось сейчас здесь. Давайте я подведу сумму баллов. Так, что-то у меня неправильная сумма, он мне не захватил весь диапазон. Да, значит, это сумма вот этой колоночки. Так, все, Excel забыл я к концу сегодняшнего нашего общения. Вот, и, собственно, сумма вот здесь. 5, 4. Так, Excel проигрывает. Ну, немножко проигрывает, но у меня остался еще один показатель, который я не обсуждал. Это, собственно, размер рабочего файла. В данном случае спорный момент, у кого размер файла больше, у кого меньше. Особенно сейчас, потому что у меня немножко не в равных условиях находятся две эти задачи в Excel и в Excel чуть-чуть по-разному. Ну, давайте посмотрим. Вот Excel файл, в нем у меня сводная таблица, которая показывает такую-то информацию. Ну, давайте я месяцы удалю с датами. Вот у меня будет только область без всяких городов и суммарные показатели. В базах данных у меня аналогичный запрос есть. И тут еще табличка с данными и с формулами. И тут у меня список городов и все. Вот этот файл я сейчас сохраню и посмотрю, сколько он у меня весит. Вот у меня этот файлик занимает памяти 709 килобайт. База данных, которая сейчас у меня, уже разрослась до 2 мегабайт. Но в этой базе данных, я ее копию сделаю, чтобы экспериментировать. Вот в этой копии, в такой копии, у меня на самом деле информации несколько больше. У меня здесь продублированы данные, есть вот в таком виде, и данные есть еще не разделенные на 2 таблички дополнительные. Вот это вот, если табличку удалить, то вот тут на более равных условиях. Второй момент, здесь есть форма, которая тоже занимает какую-то память, а в Excel у меня подобного нет. Формочку тоже удалю. Ну а, собственно, запросы, которых здесь кажется много, я удалять не буду. Они действительно очень мало требуют памяти, они не занимают почти ничего. И вот итоги по областям у меня. И исходные данные клиенты, данные и города России, вот в таком виде, если сейчас сохраниться, закрыть эту базу данных, весит сколько? 900. А здесь 700. Вот кажется, Excel выигрывает. Ничего подобного. На самом деле, новый формат файлов Excel, XLSX, XLSB, вот этот вот формат, он себя представляет, на самом деле, файл с внутренним архивированием. То есть это уже какой-то zip или rar архив, и поэтому, если попробовать его дополнительно еще заархивировать, вот сейчас я его сделаю архивировать с максимальным способом сжатия, он мне сделал архив ненамного меньше. То есть не 700, а он 690. А теперь посмотрим, как сархивируется вот этот файл базы данных. Я его точно так же сжимаю в архив с максимальным качеством. Сравните. Был 900 с лишним, а стал 110. То есть это почти в 9 с лишним, там в 10 раз уменьшилось, и почти в 7 раз меньше, чем Excel. То есть вот выходит, что тут неоднозначно, что больше, что меньше. Вот так как в базы данных обычно помещают информацию гораздо больше, чем в Excel принято обрабатывать, потому как он с этим справляется. У нас, конечно, рабочие файлы весят немало. То есть, да, это десятки, мегабайт, бывает и больше. Но при пересылке их сархивируешь, смотришь, он не такой уж и большой. Но тут особенности уже технического характера, и поэтому не знаю, стоит ли оценивать этот критерий всерьез. Но вот получается так, без архивации вроде бы Excel выигрывает. А когда я это сжал, оказалось, что в данном случае база данных-то физически меньше. Ну, а если сравнить файлы Excel старой версии, то там, тем более, было так. Тут, опять-таки, в зависимости от того, что у меня является содержимым файл. Ну, вот в результате получается, что спор не окончен на самом деле. И тут я могу поставить, конечно, по полбалла той и другой программе. Ну, вроде бы, кажется, Excel лучше, XS чуть-чуть у меня проигрывает. Но, может быть, вы какие-то критерии сравнения еще могли бы предложить. То есть и на это тоже бы это повлияло бы на конечный результат. Смотрите сами. На самом деле, мне кажется, что все-таки выбор не стоит так. Либо одна, либо другая программа. Все зависит от задачи. Все зависит от каких-то своих собственных уже предпочтений. Но надо иметь в виду, что есть задачи, которые для Excel просто не свойственны. И попытка их решить только средствами данной программы будет рано или поздно приводить в сложные дебри и просто в тупик. Это касается как раз организации хранения, накопления каких-то статистических данных. То есть вот это первоначальный ввод информации, строгая структура, система каких-то справочников, ссылок, проверки целостности, корректности, заполнения данных. Это характерно и свойственно для программ, управляющих базами данных. Это Microsoft Access однозначно. А вот там, где речь идет о том, что мне нужно представить красивый график руководству, тут однозначно Excel вне конкуренции. И там с условным форматированием можно очень здорово поиграться и сделать красивый результат. Но опять-таки мы упираемся в то, что объемы у нас большие начинают притормаживать, и эффективности большой не дают. То есть приходится либо помощнее компьютер брать, либо как-то дробить задачу на несколько частей, на несколько файлов. То есть есть и свои доставки. Поэтому, наверное, наиболее оптимальный вариант действительно освоить и то, что умеет делать Access, и то, что является его преимуществом, и как-то комбинировать эти два приложения вместе. Не случайно, это не взаимозаменяемые вещи, а это действительно программы разного класса, но часто дублирующие, дополняющие друг друга по каким-то вещам. То есть вся статистика в базе данных, первоначальные какие-то расчеты, суммирование и черновая такая обработка в базе данных, окончательный красивый графический результат, а это уже можно и в Excel поделать. И для этого у нас есть и в Excel, и со стороны Access операции импорта и экспорта данных. То есть прямая обратная связь, пересылка информации туда-сюда, между этими двумя программами, в общем-то, не представляет технической сложности. Ну вот, собственно, то, что мне хотелось здесь озвучить. Не знаю, получился у меня такой батл между двумя этими программами или нет. Наверное, если тема интересная, кажется, в следующий раз стоит приглашать каких-то двух экспертов, а мне быть между ними судей, чтобы кто-то говорил в пользу баз данных, кто-то в пользу Excel и устраивать такие дебаты и споры здесь. Ну и давайте я посмотрю, есть ли какие-то вопросы, комментарии от тех, кто у нас удаленно занимался, если это действительно реально ответить кратко, то я попробую на это ответить. Так, так, так. Так, в Excel есть правила выделения ячеек. Ну, естественно, да, у нас есть подобные вещи. То есть никто не говорит, что мы не можем каких-то проверок организовать и тут. Но просто если действительно серьезную делать защиту, то это делается уже средствами каких-то юзер форм VBA и тому подобным вещам. То есть, значит, соответственно, это для рядового пользователя, кажется, проблематично. Защита ячеек, ну, конечно, защищаем, куда деваться, и листы защищаем, и все, что можно, тут паролем. Но и в Excel это в той или иной степи не тоже делается и сравнительно несложным путем. Значит, повторяющиеся значения. Да, это мы посмотрели. Значит, коды города одинаковые, все летит в трубу. Ну, согласен, в этом случае надо было использовать просто другую информацию в качестве ключевого поля. То есть некий другой код, например, с телефонным номером оказался не очень удачным. Но это как раз говорит о нарушении логики проектирования базы данных. То есть я понадеялся, что этот код является уникальным, ничего подобного. Вот для тех же самых клиентов, я думаю, там в качестве кода можно было взять спокойно их номер паспорта, номер и серию паспорта, и там уникальность логичная была бы соблюдена. Вот. Вот, хорошо, еще один вопрос, смотрю, в конце добавился. Действительно, не дублируется ли у нас то, что мы делаем в базах данных XS, инструментами, которые в Excel стали доступны в последнее время. То есть, ну, на самом деле, взаимное проникновение, естественно, у нас происходит. И, например, Excel, как более популярная система, обрастает различными надстройками. Вот, например, такая настройка, как Powered Pivot, Powered U, она фактически похожа на то, что мы делаем в XS. То есть, внешне даже те же самые прямоугольнички и соединения связями, линиями, те же срезы и так далее, это во многом сходные технологии, сходные инструменты. Но тут я не проводил прямо строгого детального сравнения, что лучше и быстрее будет работать. У меня подозрение, что все-таки XS будет выигрывать, потому что это отдельный инструмент, а здесь это какая-то дополнительная надстройка, примочка к имеющемуся цели. То есть, он и так сам по себе XS тяжелый, а здесь еще какие-то появляются дополнительные присоединенные какие-то технологии. Поэтому надо пробовать на достаточно приличном объеме данных. Только тогда будет это видно. На небольшом количестве информации, вот как у меня, там 5000 строк, я думаю, это будет почти идентично. И, собственно, поэтому кому не хочется изучать чего-то нового, продолжает работать за целем, и его приспосабливают под изменившиеся какие-то вещи. Так, что у нас тут еще? А, просуммируют поступления по разным валютам. Ну, у меня там по валютам было мало расхождений, поэтому здесь получается так. Аксесс, да, это язык SQL, это действительно так и есть. И, собственно, запросы, которые я сегодня делал, это и есть SQL у нас командочки, которые для обычных пользователей можно и не изучать. А для продвинутых пользователей, пожалуйста, заходите в конструктор запросов, переключаете соответствующий режим, пишите сами данные запросики, чтобы увидеть какие-то результаты из таблицы. А то, что мы делали, мастером каким-то там образом, вот я делаю вот этот запрос, он мне сам сформировал эту команду. То есть хотите и разобраться, изучить, как это исправляется, да никто не запрещает, но это уже как бы не первоначальный этап, да и нет в этом большой необходимости, когда есть более простые инструменты. Ну, что ж, спасибо за внимание, на этом сегодня закончим. Спасибо. 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 Спасибо.